Отец Филипп, здравствуйте. Здравствуйте. Как настроение перед встречей? Настроение прекрасное. Хочется снова окунуться в студенческую атмосферу, может быть, получить какую-то оценку себя и своей жизни, ну и для себя прояснить, как относится современная молодежь к медицине, религии. Но волнения нет особого перед встречей с молодежью? Ну, волнение есть, есть волнение. Ну, тогда желаем вам успеха. Спасибо. Здравствуйте. Очень приятные, открытые лица добрые. Я надеюсь на взаимную откровенность сегодня в нашем разговоре. Ну что, приступим. Я тогда начну. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, отец, какие качества вы считаете, и как сами, как священнослужитель, самые основные и главные в этой деятельности для человека? Ну, я думаю, что прежде всего, конечно, самые главные добродетели, о которых мы все время говорим и учим, это терпение и смирение. То, что необходимо для священнослужителя. Наверное, без этого и невозможно как-то вести свою жизнь в церкви с людьми. Ну и, несомненно, конечно, сострадание милосердия. То, что без чего невозможно оказывать духовную помощь людям. Вот скажите, что вас заставило вот так резко поменять свою жизнь и начать служить Богу? Ну, я не скажу, что очень резко, потому что я готовился к этому. И, как уже выясняется, сейчас были какие-то духовные истоки для этого. А поскольку я начал свою жизнь в медицине, которая очень близка к религии и к духовной жизни, то такой переход был достаточно естественным. Я уже, будучи зрелым человеком, состоявшимся врачом, пришел на служение Богу. И принял крещение уже в достаточно таком зрелом возрасте, в 29 лет. В общем, осознанно. И осознанно пришел уже на служение в церковь. Вот вы упомянули истоки. А когда вы это все почувствовали? Ну, конечно, мы связаны такой духовной связью, невидимой, со своими предками, прародителями своими. И каждый, изучая историю своей семьи, наверное, находит что-то для себя необычное, неожиданное. Ну, точно так же вот я нашел для себя, что, в общем, мои прародители, они имели отношение к церкви, были очень любимые церковленными, религиозными, причем с обеих сторон, как с отцовской, так и с материнской линией. Вы сказали, что вы крестились в зрелом возрасте, так? Я, если честно, тоже крещена и в зрелом возрасте, в 12-13 лет, когда я понимала, что есть Бог в моей жизни. Скажите, а как вы относитесь к крещению совсем младенцев? Ведь это не их выбор, а выбор их родителей, например. Это правильно по-вашему? Я считаю, что это правильно. Это все по Священному Писанию. Дело в том, что в Священном Писании есть такие слова, которые говорит сам Господь Иисус Христос. «Не запрещайте детям приходить ко мне, ибо в них есть Царство Небесное». Но ведь когда они приходят, они уже о чем-то понимают, то есть не просто сами идут. Есть такое понятие, как восприемники или грезные родители. Да, вот они как раз являются такими поручителями перед Богом за дальнейшую жизнь. И вы знаете, ведь это хорошо, потому что взрослые начинают чувствовать свою ответственность, что они не просто созерцают жизнь ребенка, а они участвуют в его жизни, они формируют его мировоззрение. Но согласитесь, что часто родители определяют, что кушать ребенку, когда ему кушать, какие слова говорить, куда идти. То есть все равно родители формируют поведение ребенка и его мировоззрение. И таким же образом и духовное мировоззрение, религиозное мировоззрение формируется с помощью крестных родителей, которые формируют, может быть, какой-то правильный взгляд на окружающую жизнь и правильное поведение. Мой знакомый поменял православие на другую религию. Как вы относитесь к этому и что вы думаете об атеизме? Об атеизме? Вы знаете, начну со второй части, да, с атеизма. Дело в том, что атеизм – это тоже ведь разновидность религии. Невозможно отрицать то, чего нет. Поэтому многие богословы считают, что атеизм – это тоже религия. Люди просто, которые для себя отрицают существование Бога. Но поскольку, ну, если философски подойти, да, невозможно отрицать то, чего нет, то тем самым они как бы подтверждают, что Бог есть. Просто они его не принимают. Это течение. Второй вопрос. Конечно, все зависит от того, насколько у человека крепкие духовные корни. И вот православная церковь – это церковь очень свободная. Двери церкви открыты для входящих и выходящих из нее. У нас нет насилия. И если говорить современным языком, вот каким пользуются, хотя я не приветствую слово «демократия», да, но тем не менее, вот если использовать его в хорошем смысле, то вот самая демократичная такая, близкая к народу и понятная – это православная церковь, которая не проявляет никакого насилия над людьми. Поэтому это право выбора человека. Если он делает такой выбор, ну, может быть, у него какие-то были обстоятельства жизненные, ну, Господь все рассудит. Вот вы немножко нелестно упомянули демократию. Так что же не так-то в демократии? Демократии, если перевести, то это власть народа, несомненно. Но инструментов реализации этой власти вот в настоящее время я не вижу. И, как правило, все-таки народом управляют личности. Не народ в целом, а конкретные личности, которые берут на себя, ну, такую смелость называть это мнением народа. И, к сожалению, это не всегда бывает правдой. И вот поэтому вот такое, ну, может быть, двуличное, двуличный термин – демократия – он не всегда уместен, не во всех случаях. А его очень широко сейчас используют, и прикрывая любые шаги, агрессивные достаточно, ну, я не буду приводить исторические примеры, да, прикрывают это демократией. Я считаю, что это неправильно и недопустимо – прикрываться властью народа. Хотелось бы немножко поподробнее узнать о вашем сане, каков он у вас сейчас, какую должность вы занимаете в иерархии церкви, и как вы до этого дошли, то есть какие вы ступени прошли, что вы для этого сделали, ну, поподробнее об этом, если можно. Ну, каких-то усилий таких личных я не прилагал для того, чтобы достичь сегодняшнего сана, положением, может быть, сегодняшнего архимандрита – это высший сан у монашествующих. Ну, и, конечно, сама должность, которую сейчас я занимаю, – это секретарь епархиального управления, она прописана уставом Русской Православной Церкви. Это помощник епископа, который помогает ему в управлении, в решении каких-то дел, которые ему поручают опять по послушанию. И, конечно, самое главное, вот, знаете, для человека, не задумываться очень глубоко над тем, какое высокое место он занимает в обществе. Вот мне, как будущему врачу, очень интересно, религия, вот, ну, врач должен быть религиозным. И как-то вот религия сказалась на вашей врачебной деятельности? Моё глубокое убеждение, что врач обязательно должен быть человеком религиозным и духовным. Поясню, почему. Дело в том, что каждый врач в своей практике сталкивается со смертью. И когда он понимает, что он бессилен помочь человеку, вступают другие силы, которые иногда делают ведь чудо. Казалось бы, безнадежный, больной человек поправляется, исцеляется. И это загадка для человека. И понимаешь, что, ну, невозможно, чтобы человек только что радующийся жизни, бодрый, красивый. И вдруг ты видишь бездыханное тело, это слишком просто и слишком нелепо, говоря вот таким, может быть, обиходным языком. И каждый, сталкиваясь с этим, обязательно задумывается, а что там? Там очень много, знаете, даже моментов, когда в умирании человека очень много загадочного. И врач, сталкивающийся с этим, и с чудесами, которые не зависят от него в исцелении, обязательно задумывается о том, что действительно, да, есть высшая сила, которая руководит и им самим, его врачебным искусством, и, конечно, промышляет о пациенте, с которым он имеет дело в конкретном случае его болезни. Отец Филипп, я бы хотела спросить, вот монашество, расскажите нам немного об этом, об этом. И вообще, какие ограничения существуют? Монах – это, если переводить с греческого языка, один. Он берет на себя такой подвиг одиночества, познание самого себя в одиночестве. И, конечно, налагаются на него три обета. Обещание Богу – это обет бессребренничества, обет безбрачия, и самый главный обет – послушание. И вот, как бы, отсекая свое личное желание, он придает себя полностью на волю Божью. И задача-то его как раз – молиться за тех людей, которые нуждаются в этой помощи. Потому что духовная помощь иногда ее недооценивает, она намного важнее для человека. Даже вот добрые слова, которые вот доктор будущий спрашивал об этом, иногда добрые слова пациенту для него важнее, чем куча таблеток, которые мы назначаем. И вот эта молитва, которую монах может помочь окружающим миру в послушании, в терпении, в смирении, вот в этих добродетелях, она очень важна для окружающего мира. И каждый человек выбирает вот этот путь, отсекая, может быть, что-то мирское. Вы знаете, даже одежда темная, которую одевает монах, она уже его отсекает от суетного мира. Правда? Вот черный цвет – это цвет такой строгости, когда ты немножечко закрываешь себя от этого красивого, разноцветного, суетного мира. Как вне монастыря вы, может быть, какие-то советы дадите, как вот именно духовный человек, как справляться с этой суетой, экзаменами, морально, духовно? Да, вы знаете, вот человек все время бежит, как на дистанции. Мы все время с вами бежим. И наша ошибка, что мы не делаем остановок. Вы знаете, когда бежит стаер на большую дистанцию, у него всегда есть пункты питания. Когда он делает маленькую передышку, ему дают там стаканчик энергетического напитка или что-то еще, он делает маленькую остановку и бежит дальше. Человек делает такую ошибку. Он бежит и не останавливается. И вот поскольку не останавливаясь, он не задумывается о себе, о том, что его окружает, даже не смотрит по сторонам, бежит, то понятно, что добегает он до конца своей дистанции значительно раньше, чем мог бы добежать. Ну, согласитесь. Как преодолеть вот эту суетность? Делать маленькие остановки. Вот я думаю, что каждый из вас сталкивался в жизни с предательством, непониманием окружающих людей. Почему это происходит? Потому что, когда вы бежите, вы не замечаете, кто с вами рядом бежит. Если вы будете делать такие остановки, вот паузы, чтобы посмотреть, кто рядом с вами, откуда вам холодно. Вы знаете, рядом находящийся человек, должно быть тепло. Если вам с какой-то стороны холодно, если дует пронизывающий ветер, и вы чувствуете вот такое чувство леденящее, посмотрите, кто это. А кто с вами находится? С тем ли вы человеком идете по жизни? Вот. Психологи говорят, что человек должен находиться в течение дня хотя бы 3-4 часа наедине. Вы знаете, хотя бы 3-4 часа наедине. Это, ну, исключая сон, да? Когда мы можем разобраться в самих себе. Ну, я могу вам задать вопрос. Бывают ли у вас в течение дня 3 часа, когда вы можете побыть наедине, никого рядом, чтобы вы побыли, посмотрели внутри себя, привели все в порядок, разобрались с самим собой? Бывают у вас такие времена? Крайне редко. Крайне редко. А представляете, это должен быть каждый день, чтобы не было этой суеты. И вот, знаете что? Вот как раз молитва, сосредоточение такое, это как раз попытка обратиться внутрь себя и уйти от этой суеты. Вот если вы будете уметь в течение дня делать маленькие остановки и разбираться в самих себе и в окружающем мире, вы сможете уйти от этой суеты. Потому что вы увидите, вы увидите тот свет, к которому вы должны стремиться. Вот в продолжение этого вопроса, власть Бога, ну, как мы все знаем, что мы все рабы Божьи. Тогда что ж нам, как если жить по Богу, вернуться всем к рабству, получается? Почему? Вы знаете, вот тоже очень частый вопрос звучит. Спасибо вам большое за вопрос. Я даже не думал, что вы его зададите. И очень рад, что вы задали этот вопрос. Дело в том, что каждый человек находится в зависимости. В зависимости от окружающих людей, его людей. Нет истинно свободного человека в нашем обществе, если этот человек не знает истинной свободы. И, конечно, очень часто человек становится рабом вещей, рабом друзей, рабом каких-то случайных людей, которые встречаются на пути. Это раб человеческий. А есть раб Божий, который служит Богу, милосердному, сострадательному, всемогущему. И, вот знаете, если делать выбор, каким рабом быть, рабом Божьим или рабом человеческим, я, несомненно, выберу рабство Божие. Потому что Господь справедлив, милосерден, всемилостив. И, конечно, это, знаете, может быть, даже очень высокое звание называть рабом Божьим. Я бы предпочел это. Скажите, пожалуйста, как православие относится к лицедейству? Ну, вы имеете в виду театру, да? Ну, вот лицедеи, вы очень правильно сказали. Потому что нужно подразделять театр лицедейства. Я хочу знать про актеров, лицедеев, которые... Да, лицедеи, лицедеям относятся отрицательно, несомненно. Те, которые, вот такое шутовство, искажение реальной жизни, надсмешка над людскими чувствами. Как правило, лицедеи ведь этим занимаются, да? И другое дело театр, который... Театр, ведь театр где возник? Вы знаете, что истоком театра является церковь? Первые театры появились именно духовные театры. Первые постановки были посвящены библейским сюжетам. Рождественские постановки, когда люди пытались воспроизвести те или иные исторические события. И вот тогда появился вот такой духовный театр. А потом стали передавать уже какие-то особенности жизни, окружающей жизни, да? Передавать на сцене. К лицедейству отрицательно, к театру положительно. Хорошему, гуманному, доброму театру, духовному театру положительно. Как вы передвигаетесь? На чем? По городу? По городу хожу пешком, езжу на машине, езжу на поезде, на самолете. Ну, с всеми видами транспорта и пешком в том числе. Машина как личный транспорт? У меня церковная машина. Церковная. То есть, а какие у вас условия жизни? У вас же семья есть, дети? Нет, у меня семья монашествующая. Я живу, нас живет в доме, в епархиальном доме нас живет 7 человек монашествующих. У каждого комната есть. У меня есть комната. В ванной, туалет. Мне нужно ходить по определенным на другой этаж. Поэтому я не имею каких-то таких роскошных условий жизни. Живу в обычных условиях, в каких живете, может быть, вы и ваши близкие. Отец Филипп, скажите, пожалуйста, а какая же роль в вашей жизни главнее? Медицина или по богослужению? Они взаимодополняют. Но если говорить с позиции духовной жизни, несомненно, для меня, конечно, богослужение и служение церкви – это высшее призвание. Но они занимают у меня сейчас, наверное, равнозначные такие позиции. Потому что я продолжаю прием вести, как врач, и продолжаю богослужение. Отец Филипп, расскажите нам, пожалуйста, и нашим телезрителям разницу между зарегистрированным браком, церковным и так называемым гражданским. И какое мнение у церкви и ваше личное? Да, брак действительно разделяется на три части. И мы говорим церковный брак, освященный брак, который благословленный церковью. Этот брак, который был до революции, до Октябрьского переворота единственным возможным браком, потому что метрические книги вела только церковь. Затем это были светские метрические книги, когда регистрировал брак государства. И церковь, в общем, признала это, это были взаимные соглашения. Метрические книги были переданы абсолютно по взаимному согласию. И мы признаем и уважительно относимся к гражданскому браку, правильно говорить. Гражданский брак – это брак, зарегистрированный государством. Это брак, признающийся обществом. Есть блудное сожительство, когда люди не хотят давать друг другу никаких обязательств и просто ведут вот такую совместную жизнь, которая больше заключается, наверное, даже в проведении каких-то удовольствий совместных. Потому что при первой же трудности, как правило, такие браки рассыпаются. Ну, а что за брак такой, когда ты, любя человека, говоря ему такие добрые, хорошие слова, придаешь его при первой же возможности. Все-таки государство вот в этом случае соблюдает какие-то маленькие гарантии, что эта семья будет сохранена даже потому, что так принято традиционно, да, и потому что такая семья может действительно воспитать достойного гражданина будущего, детей, там, сына, дочь, достойного гражданина государства. Когда у него есть родители, которые дают друг другу обязательства, значит, они могут, они обязательные люди по отношению к обществу, они обязательные люди по отношению к государству. Ведь предательство начинается с самого малого. Если вы предаете друг друга уже в семейной жизни, то вы предадите спокойно своего начальника, вы предадите свое государство, вы уедете и оставите его в самую трудную минуту. С этого начинаются большие предательства. Поэтому вот как раз это блудное зажительство, это форма предательства по отношению друг к другу. Конечно, отрицательно отношусь к этому. Церковь отрицательно к этому относится. Но с уважением относится к браку, который не освящен церковью, венчанием, таинством венчания, но зарегистрирован государством. Вот есть такая версия, что, допустим, как, вот есть для человека микробы, нам же все равно, что они о нас думают, если они думают, как бы. То есть мы даже об этом сами не задумываемся. Даже если Бог есть какой-то высший разум, который может нас убить, может дать нам какое-то благо, то не кажется ли вам, что Ему просто все равно на все эти молитвы, на все остальное? Ну, вот это как раз неправильный ответ, потому что Господь все создал целесообразно в этом мире. И каждая тварь, а тварь, вы знаете, это хорошее слово, тварь. Вы знаете об этом, тварь это творение. Я всегда говорю это, вы не расстраивайтесь, когда вас тварью называют, вас творением Божьим называют. Поэтому не переживайте. И, конечно, каждая тварь имеет свое предназначение. Каждая мушка, каждая букашка, она имеет свой глубокий смысл в этой жизни. Потому что, ну, не было бы тли, появилось бы какое-то другое насекомое, которое бы истребляло. Да, может быть, оно приносит в какой-то степени пользу. Не было бы других животных, истребились бы другие виды. То есть все взаимосвязано и все целесообразно в этом мире. Там, где люди ругаются, там, где агрессия, там цветы не растут. Цветы цветут хорошо там, где есть добро и любовь. Значит, что мы о чем можем сказать? Что цветам не безразлично, кто рядом с ними. Точно так же, я могу сказать, и любые животные, которые находятся рядом с вами, их поведение будет ответной реакцией на ваши чувства. Они прекрасно все слышат и понимают. И говорить о том, что нет какой-то духовной связи между творениями, одушевленными и неодушевленными, не могу этого признать. Считаю, что это неправильный взгляд. А можно еще один вопрос такой? Только не подумайте, что я шучу, но вы верите в инопланетян? Ну, раз Господь нас сотворил, да, то почему Он не мог сотворить еще каких-то живых существ? И почему не могут быть живые какие-то разумные существа на других планетах, которые во множестве окружают нашу Землю? Поэтому это инопланетяне, понимаете, мы просто с вами неправильно относимся к этому названию. Нам преподносят с экрана телевидения каких-то инопланетян, каких-то уродцев, уродцев, которые все время угрожают планете. Но ведь это от страха перед неизведанным. Это страх, который реализуется вот в таких, может быть, произведениях искусства, да, в том числе фильмах. Но это не значит, что там живут такие уродливые некрасивые люди. А может быть, там очень прекрасные существа живут. И вполне допускаю, что где-то есть, где-то есть еще, кого Господь сотворил одновременно с нами. Раз Он сотворил людей здесь на Земле, то вполне возможно, что такое же творение живет и где-то на другом. Отец Филипп, как Вы относитесь к современной молодежи? Очень положительно. Потому что я вижу в молодых людях очень много доброго, такого, знаете, светлого очень. Когда, вот, знаете, беда состоит в том, что вот опять-таки, не имея понятия о свободе, такой настоящей свободе, очень часто молодые люди попадают под влияние окружающих людей. А самая главная свобода – это уметь различать, уметь выбирать добро. Это самая главная свобода. Никакие свободы совести, там, печати, свободы каких-то других, там, сексуальных и так далее отношений – все это ничто по сравнению перед самой главной свободой выбора, который дается человеку выбирать между добром и злом. Вот это самое главное добро, самый главный выбор. Я вижу, что, когда вот общаюсь так с молодыми людьми, они очень правильно делают свой выбор. Просто беда в том, что… Вот я не зря Вам говорил в самом начале, что очень важно хранить свое достоинство, человеческое достоинство. Когда Вы об этом будете задумываться, что Вам никогда, ни в каких обстоятельствах нельзя терять свое лицо, свое человеческое достоинство, образ свой терять, Вы тогда будете действительно выбирать добро и будете человеком светлым и ведущим такой благочестивый образ жизни. Я вижу, что в большинстве молодых людей вот это доброе начало. Отец Филипп, большое Вам спасибо. Очень одухотворенно сегодня в студии, я так думаю. Как Вы со мной, ребят, согласитесь? Спасибо большое. Спасибо. Ну, знаете, я хотел бы вот что сказать, что, конечно, Вы… Вот мне встреча сегодня очень понравилась. Вы задаете очень такие умные, добрые вопросы, но хотелось бы, чтобы все-таки Вы как-то не видели вот за этим черным облачением чисто вот такие строгие религиозные вопросы, которые Вы должны для себя выяснить. За каждым облачением скрывается еще человек, которого нужно обязательно видеть и понимать его. Я думаю, я очень прошу Вас просто понять, что вот облачение человеческое, облачение, которое носит человек, не скрывает человеческую сущность. Чтобы Вы за каждой одеждой, которую носит тот или иной чиновник, человек, обязательно видели его самое высокое, может быть, самое высокое предназначение и его душу. Вот это самое главное. Умейте рассмотреть в каждом человеке. Это Вам такое пожелание в конце встречи. Спасибо большое. Мне очень нравится беседовать о религии, но единственный минус – мало было вопросов о его личной жизни, о его нынешней церковной и до этого медицинской жизни. Было весьма интересно беседовать, особенно было интересно узнавать человека, как сказать, человека, который отдает свою жизнь не только религии, он еще и достаточно просвещен светски. Если бы таких священнослужителей было больше, я думаю бы, что народ наш подтянулся к церкви, к религии, стал гораздо душевнее, в принципе, как нация. Во время диалога не было какого-то такого разграничения, то, что он священнослужитель, то есть общались на равных. Очень редко современная молодежь общается с церковью, с церковными служителями. И, если честно, хотелось бы побольше таких встреч, чтобы побольше было возможности у молодежи задать свои вопросы и получить на них ответы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова